итак доброе утро дорогие друзья доброе утро извиняюсь за опоздание и мы начинаем начинаем наш традиционный более полутора тысяч уроков у нас было урок по недельной главе видео чай сейчас мы телеграме начинаем глава называется ваишлах называется ваишлах голова ваишлах значит и день недели у нас сегодня день 4 день 4 и начать запись значит все подключайтесь к телеграму телеграма там сразу же есть после урока сразу есть запись доброго утра всем до доброго утра и мы находимся сейчас в недельной главе ваишлах яков возвращается после 20 лет отсутствия в израиль тогда еще не назывался израиль потому что только яков получил имя израиль а когда боролся с андилом эйсава и победил он получил имя от всевышнего израиль тот кто боролся с ангелами с людьми и победил израиль это такой борец который и на духовном уровне он очень сильный и на материальном уровне он очень сильный значит вот яков вернулся навстречу ему идет вот его брат эйсав который хотел его убить потому что яков забрал его благословение то благословение которому хотел дать отец и мы все таки мы видим потому что яков хотел хотел извиниться он честно говоря вот в этой главе он сильно извинялся он называл и сава мой господин он стал ему подарки он семь раз поклонился и мы сейчас видим их встречу что все таки все таки яков чувствовал свою вину за то что он так поступил а потому что папа хотел благословить эйсава все это факт исхак который был пророк который был сынуврама он хотел дать благословение эйсаву благословение материальной на власть а мама рифка она думала что это благословение что она думала это наши все догадки по факту она сказала Яакову, иди переоденься в Исава, переодела его, отдала Яакову одежду Исава, которая хранилась у нее дома. И, значит, она все так организовала, чтобы получил благословение Яаков. По-простому, в общем, мы уже все это изучали, назвать это обманом сложно, потому что в итоге все признали, все участники этой ситуации признали, что ситуация была правильна. То есть по итогу, вот смотрите, как интересно, этим отличается человек, верующий по-настоящему в Бога, от человека неверующего. Человек неверующий, он говорит, вот в мире что-то может произойти случайно, или Бог, нет, все, Бог же управляет миром, управляет. Значит, если что-то произошло, значит это от кого? От Всевышнего, все. И верующие люди, они принимают реальность такой, какая она есть. То есть вот так, как есть, так они ее и принимают. И осознают, что все домыслы, догадки, предположения и так далее, это все в голове у человека, интерпретации. А реальность, она реальность, реальность от Бога. Как царь Соломон говорил в притчах, он говорил так, что работ махшивот бэлев иш, много замыслов в сердце человека. В отца Аташем и такум, замысел Бога, он исполнится. То есть то, что исполнилось, это замысел Бога. И он же говорил, что, значит, Леодам Марахот Лев, по-моему, для человека тропинки его сердца, да, все его размышления для человека. И от Бога, Мицедей Гевер, а от Бога шади человека, да. То есть то, что человек делает уже, это уже от Всевышнего. Понятно. Хорошо, все участники признали, что все было правильно. И вот теперь мы находимся в четвертом отрывке недельной главы. И в четвертом отрывке недельной главы, значит, нам рассказывается такая история. Да, смотрите. Значит, Вайшлаг, четвертый отрывок. Закончилось? Так, выкрою, Кошан Макумазе. Секундочку. Вот. Значит, Эйсав, после того, как он получил 10 стат, которые посылал ему Яков, он приблизился. Значит, Яков ему поклонился 7 раз. И Эйсав у него в сердце, он хотел, ненависть перевернулась в любовь. И он поцеловал, и оба заплакали. Поцеловал он Якова. Ватикша, Ашфахот. И, значит, у Якова были расставлены его жены, которые были служанками. Значит, они были первые. И их дети. И они поклонились. Значит, Бильга и Зильпа, их четверо сыновей, по два у каждой, поклонились первыми. В Атигаш, Гамлея, и подошла также Лея и ее дети. Шесть детей было у Леи, Вейштахаву, и тоже они поклонились. В Ахар, Нигаш, Йосеф, а после подошел Йосеф и Рахель. Если вы внимательно изучаете, вы увидите, что порядок изменен. Везде вначале шли мамы, а потом дети. А в этом случае Йосеф шел первый, и за ним шла Рахель. Он ее с собой закрывал. И тоже они поклонились. Значит, известно, почему так. Яков, когда родился Йосеф у Рахели, только после этого он решил вернуться в Израиль. Почему? Потому что родился тот, кто мог противостоять Эйсаву. У Йосефа была особая сила. Особая сила, которая в нем была. Почему именно в нем она была? Потому что Рахель была много лет бесплодная. У нее не было детей. И когда человек, у которого нет детей по материальным каким-то законам, он молится, 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 то ему приходит какая-то особенная душа. И Йосеф был как раз вот такой особенной душой, потому что все остальные Лея и Служанти рожали сразу. А Рахель, она молилась, не было у нее детей, получается, почти, ну, больше 10 лет. Значит, и Йосеф, он закрыл собой, хотя он был еще тогда маленький мальчик практически, но, по-моему, ему было около там 7 лет. Но он уже такой был воин, он шел впереди. Значит, прикрыл он Рахель и сказал Эйсав. Значит, Эйсав спрашивает, а кто эти все люди, которых я встречал, да? Которых ты мне посылал дары. Значит, Яков ему отвечает, это я посылал Лемцохенбейнеядуни. Я посылал, чтобы найти приятность в глазах господина моего. То есть, мы видим, что Яков, который был, только что он боролся с ангелом и победил. До этого, когда 20 лет назад он шел в Клавану, да, когда он подошел к колодцу, собирались все стада для того, чтобы сбрасывать камень. И Яков его сбросил, как пробка из бутылки, вот так прям смахнул. То есть, Яков был невероятно сильный, но он был, при этом, он хотел больше всего шалом. Поэтому, самый, знаете как, у меня есть несколько знакомых таких, которые занимаются боевыми искусствами. И вот я помню, один мне сказал как-то, он говорит, самое большое мастерство в боевых искусствах избежать боя. То есть, он говорит, это настолько, вот в бою все равно это кто-то подивнет, может оба подивнут. Может это, лучше не воевать. Самое главное в этом мире шалом, самое большое благословение это шалом. Самое лучшее, что может быть у человека в голове это шалом, в отношениях это шалом, между странами. Ну просто война это страшно, это самое страшное, что только есть, это война. Поэтому Яков, он спокойненько говорит Исаву, я посылал, чтобы лемцо Хен Байнея Дуни найти приятность в глазах господина моего. И сказал Исав, есть ли рав, есть у меня много, сказал Исав, зачем мне твои подарки, да? И что ему ответил Яков? А, Исав ему говорит, есть у меня много, брат мой, пусть будет тебе, которое твое. Он говорит Якову, мне не нужны твои подарки, да, у меня есть много. И сказал Яков, пожалуйста, он говорит, пожалуйста, если нашел я приятность в твоих глазах, возьми, пожалуйста, подношение это от меня, да? Потому что увидеть твое лицо умиротворенным, для меня это как увидеть лицо Бога. И я хочу, чтобы ты меня простил, да? Так Яков ему сказал. Мы видим отсюда, какое великое у него было огромное стремление к миру, насколько он хотел избежать конфликта. И он говорит, прими в знак того, что ты меня обращаешь. Как на Эдберкати, возьми, пожалуйста, мое благословение. Он говорит, я тебе даже благословение, то, которое я тогда взял, да, у отца, я готов тебе его отдать обратно. И благословение на первенство, которое я у тебя купил, и благословение, которое взял отца. Значит, возьми, ти ханани элоим, в ти ешли коль. Он говорит, потому что дает мне все всесильный. Значит, мне самое главное, чтобы был мной Бог доволен. И я не боюсь за завтрашний день, я не боюсь за богатство, ни за что не боюсь, потому что мне главное, чтобы Бог был доволен. А Бог любит шалом. Поэтому, говорит, бери, ти ешли коль, есть у меня все. И просил он его, и взял я, и сав, его приношение. Вот это разница, смотрите. Если человек говорит, у меня есть много, то тогда много, но не все. И царь Соломонас когда-то учил в притчах, он говорил так, что если у человека 100, он хочет 200. Если у него 200, он хочет 400. Если 400, он хочет 800. То есть, его недостаток, то, чего ему не хватает, с каждой суммой, которую он получает, удваивается. Понятно. Я помню, когда-то я спрашивал одного мультимиллионера, у него было 300 миллионов долларов. Сколько ему денег надо для полного счастья? Так, ему для полного счастья надо было 5 миллиардов долларов. Он говорит, вот у меня прям, мне не хватает конкретно 4 миллиарда 700 миллионов. Вот если у меня было 5 миллиардов, я был бы счастлив. То есть, и сав, он сказал, есть у меня много. А Яков говорит, как в пертьевод написано в поучении отцов, кто богатый, а самех бахилко, тот, кто рад своему делу. Яков говорит, послушай, говорит, есть у меня все. Вот все, что мне надо, у меня есть. Почему? А потому что то, что мне Бог дал, то мне и надо. Мне не надо больше, чем у меня есть. И он такой говорит, есть у меня все, возьми, пожалуйста. Мне главное, чтобы ты был довольный. И тогда Бог будет мной довольный. А если Бог будет мной довольный, так тогда все у меня будет, независимо ни от каких внешних обстоятельств. И сав взял от него эту минху и сказал, значит, давай, говорит и сав ему, поехали, я буду идти вместе с тобой. Значит, и сав настолько проникся к Якову, он говорит, давай жить вместе, давай будем друзьями, давай все, я теперь понимаю, что действительно, давай будем жить вместе. И сказал ему, Яков ответил на это. Адуни, господин мой. То есть, насколько он вежливо разговаривал. Есть в Пертеевод, очень известное такое, там был Рабан Йоханан бен Закай, великий мудрец. И вот этот великий мудрец, Рабан Йоханан бен Закай, про него есть свидетельство в Талмуде, что не было человека, который успел бы ему сказать первый шалом. Он всегда здоровался первый со всеми. Есть также интересная история, одна из моих любимых, про Гелеля. Он был в Наси, он был князь, глава еврейского народа. И когда было два человека, которые поспорили, могут ли они его вывести из себя. И один поспорил, что я его выведу из себя, чтобы он начал нервничать и раздражаться. И он, значит, перед Шаббатом, канун Шаббата, он дождался, пока Гелель пошел в баню, разделся. И стучит в дверь, мне срочно нужен, и Гелель срочно, у меня важнейший вопрос. Гелель оделся, выходит, говорит, здравствуйте, здравствуйте, какой у вас вопрос? Он говорит, хочу я, говорит, понять, почему у монголов глаза узкие. Гелель говорит, очень важный вопрос, очень, сын мой говорит. Я думаю, говорит, вопрос этот в том, ответ заключается, что там ветры, сильные ветры дуют. Они все время жмурятся, и у них узкие глаза. Тот говорит, ладно, уходит. Приходит второй раз. А, тот разделся, опять в баню, он опять стучит в дверь, срочно, Гелель нужен, все. Тот опять одевается. И, значит, он второй раз говорит, у меня вопрос. Он говорит, задавай, сын мой. Он говорит, а почему, говорит, у там африканцев ступни большие? И Гелель говорит, ой, какой хороший вопрос ты задаешь. Говорит, наверное, потому что они по песку ходят и так далее. В общем, в итоге тот ему говорит, ну, говорит, я из-за тебя проиграл, говорит, 400 золотых монет, поспорил, что я тебя выведу, а я тебя не вывел. Он говорит, невозможно меня вывести, ну, я не помню, как он ему конкретно ответил, но, значит, он ему ответил, что вывести невозможно. Почему невозможно? Потому что Гелель, он был, то, что называется, мы говорили, Эвит-эшем, слуга Бога. А Бог сказал, что, что он сказал, что тот, кто гневается в сердце, раздраженный человек, он как будто бы служит идолом. Он же, по итогу-то, он Богом недоволен. Хорошо, значит, Яков ему говорит, сказал ему Исаву, Адуни, господин мой, он говорит, все детки, они мягкие, маленькие детки тут. И скот у меня, да, вот эти баранчики и бычки, они, значит, тоже там есть, у него много скота было. И если мы будем быстро идти, то они умрут, весь этот скот маленький, да, больной, слабой, овечки, они могут поумирать, если мы будем быстро идти. Пожалуйста, иди, иди, говорит, возвращайся домой, а я буду медленно-медленно идти, как по скорости, по которой идут мои овечки и детки. И, значит, пока не приду я к господину моему в Сыр, то есть Яков ему сказал, что, да, я иду к тебе, буду жить с тобой в твоей стране. Значит, он говорит, ну, буду идти очень медленно, по возможностям моих детей и моих этих самых животных. И сказал Исав, я с тобой оставлю тогда народ свой, да, он же, у него было 400 воинов с собой, спецназ, значит, который со мной. И оставлю, чтобы они тебя защищали. И сказал, ну, зачем это, говорит Яков, мне главное, чтобы я найду хэн бэйнэй адунив, найду я приятность в глазах господина моего. И вернулся, написано, в этот день Исав, вернулся он к себе в землю Сыр, куда он, где он был царем, да. А Яков, он поехал в Суккот, место Суккот, и построил там дом себе, и построил там шалаши для скота, такие большие шалаши, и, значит, остался там в Суккоте, назвал это место Суккот, шалаши. Интересно, что Уснатура говорит, что он там жил 18 месяцев. 18 месяцев он пожил там, потом воевал Яков, шалем, и пришел Яков, шалем. Шалем это тот же корень, что слово шалом, шалем это слово, которое шлему цельность, шалом, шлему цельность. И Яков пришел, шалем, у него он выздоровел, у него даже это, перестало болеть седалищный нерв, да. Значит, и пришел он в город Шхем, который находился в земле Кнаан, когда пришел он из Падам-Арама, и там он поселился прямо возле города. И купил он там поле, которое поставил он там свои шатры. Купил он поле у сыновей Хамора, который, Хамор, это был губернатор города Шхем, такой был, как Геннадий Тернис, такой был Хамор. Хамор, Хамор это переводится осел, Хамор это переводится материя, да, материальность. И Хамор это имя, да, было такое. И вот там был правитель города по имени Хамор. И он, значит, продал ему вот этот кусок земли, как размером с Барабашова, за 100 серебряных монет. И построил там, и установил там Яков Мизбеах, поставил Яков там жертвенник. И назвал его, и вот об этом, как он назвал жертвенник, спорят все комментаторы, потому что название для жертвенника очень, очень, на иврите звучит так. Значит, войца в Шам Мизбеах поставил там Мизбеах жертвенник. Войкрал и назвал его, Эль. Эль это слово, которое одно из имен Всевышнего. Эль, еще это переводится сила. И назвал его Эль. И вы помните, что в слове Исраэль есть тоже это слово Эль, да? Назвал его Эль, сила. Элоэй, Всесильный, Бог, Израиль. Кто кого назвал? То ли Яков назвал жертвенник Бог, Бог Израиля. То ли назвал Бог, то ли назвал Якова Бог, Бог Израиля. То ли Яков назвал... В общем, здесь большая путаница, мы с этой путаницей разберемся завтра. Потому что завтра начинается очень пятый день, пятый день недели. Начинается вдруг сразу после этого, как он поставил жертвенник, начинается история с Диной, которая одна из самых непонятных историй вообще в Торе. Потому что у Якова же была еще одна дочка по имени Дина. И дочка Дина, она... Вот дальше завтра мы узнаем историю, которая с ней произошла, и как она связана с этим жертвенником. Но давайте чуть-чуть разберемся с этим жертвенником. Значит, Яков, когда уходил из Израиля, это было 22 года назад почти, 21 год назад, значит, он, вы помните, он убежал. Его хотел убить его племянник, сына Исава, да, или Фас. Яков с ним договорился, что он ему отдает полностью все, что у него с собой было, и он остался в речке голый. Потом он вышел из речки. У него ничего нету. Он говорит Псалом, 121 Псалом, он говорит Широм Алот, «Песнь восхождения». То есть, раз у меня ничего нету, так «Песнь восхождения» я сейчас скажу. «Исай наэля арим, подниму глаза к горам». «Мэань его изри, откуда придет изри, откуда придет мне помощь, откуда придет мне жена». И отвечает, «Изри мэймашем, жена мне придет, и помощь мне придет от Бога». «Осэша мэйм варец», который сделал небо и землю. И дальше Яков идет к Лавану. Мы знаем, что он 7 лет работал за Рахеля, ему дали Лею. Он потом 7 лет работал за Лею. У него 2 жены, 2 служанки, 11 детей. Он возвращается сейчас сюда. То есть, целая история. Но когда он вышел из речки, он там лег спать, и у него не было ничего. Он сделал себе каменную такую оградку из 12 камней, чтобы на них спрятаться от животных. И тут ему снится сон, лестница в небо. По лестнице поднимаются ангелы и спускаются ангелы. И Бог ему говорит, «Я буду с тобой везде, куда ты пойдешь. Я защищу тебя, верну тебя на эту землю. Будет у тебя потомство многочисленное. Все у тебя будет хорошо», говорит ему Бог. Яков просыпается и ставит камень, льет на него масло. И говорит, «Недр», обед. Он Богу говорит, «Если ты будешь со мной, если ты меня вернешь в дом отца моего, если я вернусь в Шалем, вот как он сейчас вернулся, полностью Шалем, в дом отца моего, с Шаломом, Бешалом, и если ты будешь мне Богом, если Ашем будет мне Элоким, то есть если я буду тебе служить и выполнять все твои заповеди, это он Богу поставил условия, это одна часть договора, то я вернусь и построю на этом месте дом Бога, поставлю здесь жертвенник, там, где ему снился этот сон, потому что это место, это была храмовая гора, Шара-Шамаем, ворота в небо, и, значит, буду десятину отдавать тебе». Это то, что Яков пообещал. И что? Он вернулся, и где построил жертвенник? Он построил жертвенник не там, в Бетеле, а рядом со Шхемом он поставил жертвенник. И Малбим говорит, это для меня было удивительное открытие, что вся следующая история с Диной, это было потому, что Яков не выполнил свой недр. Он подумал, что Бог находится там, где находится он, что это Бог Израиля, что теперь Шхена, божественное присутствие, там, где находится Яков. А Бог ему сказал, нет, говорит, ты не можешь здесь жить в Шхеме, есть место Ярушелаем, в котором должен быть этот храм и жертвенник, значит, ты должен вернуться. История с Диной была, как раз, говорит Малбим, чтобы Яков ушел из Шхема и вернулся в Иерусалим, и именно там выполнил свой обет. И Всевышнему пришлось выбрать очень-очень тяжелый способ для того, чтобы вернуть Якова в Иерусалим. И это как раз может быть ответ на вопрос. Многие спрашивают, как так может быть, сейчас это война, и так далее. Но мы видим, что за последнее только время сколько людей вернулось в Иерусалим, сколько людей приехало в Израиль. То есть, очень важно, чтобы перед приходом Ашеха все евреи собрались в Израиле, чтобы появился третий храм, чтобы начали соблюдать заповеди. И мир тогда перейдет на самый, на следующий этап, такой очень красивый этап, ну совершенно новый этап, в котором нет смерти, нет зла, там и так далее. Но для того, чтобы это сделать, нужно, Всевышнему приходится делать какие-то тяжелые испытания для людей, потому что иначе люди чем занимаются? Смотрят Netflix и, значит, и чемпионат мира по футболу. Все. Вот это то, что людей интересует, хлеба и зрелищ. А так как Богу служить большинство людей особо не хочет, то приходится Всевышнему их пробуждать к молитве разными неприятностями. Поэтому мы учим Тору, чтобы Всевышний видел, что мы стремимся, нас не надо пугать, нас не надо давать нам неприятности, чтобы мы, чем лучше нам, тем больше мы молились, учили Тору и делали добрых дел. Это очень важно, сохранять вот этот вот баланс, потому что, если баланс нарушается, человек больше получает, чем отдает, то потом баланс подравнивается, и он перестает получать вообще. Или получает страдания, чтобы подравнять баланс. Поэтому, значит, человек, Адам, Леома, Леула, человек рожден для труда, или это труд Торы, труд заповедей, или просто труд, но надо работать. Этот мир, это не мир получения награды, это мир, который мир работы. Поэтому, чтобы Всевышний услышал ваши, отметил все ваши хорошие дела, все ваши заповеди, чтобы Всевышний заслугу того, что вы учите Тору, поддерживаете Тору, услышал и выполнил все запросы вашего сердца для вашего добра, чтобы вы молились, Всевышний отвечал на ваши молитвы, чтобы Всевышний говорит, что делать, а мы делали то, что он говорит делать, учили Тору и делали заповеди. Все, всем хорошего, прекрасного дня, до завтра. Завтра мы узнаем, что было с Диной. Очень, очень интересная история. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,